Авторские сказки Тора Люкс и первая сказка у нас «Радужный слон». Жил-был слон, только это был не обычный слон, а радужный. Он умел летать и имел два полупрозрачных радужных и ярких крылышка. Они переливались всеми цветами радуги в зависимости от его настроения. Кушал он аромат цветов. Особенно он любил аромат роз за его утонченный и изысканно сладкий привкус. Радужный слон летал от цветка к цветку и засовывал свой хоботок в самую сердцевину цветка очень осторожно, чтобы его не повредить. И вдыхал аромат, а сам при этом приобретал тот оттенок, который был присущ данному цветку. Так, если это была алая роза, так то сам он становился алым, и от него пахло, как от розы. Если это был аромат сиреневой сирени, то и слон становился сиреневым. Если белой лилией, то белым, и только его крылышки были неизменно радужными. А еще радужный слон очень любил слушать музыку звезд. Он поднимался высоко-высоко в небо, в космос, и слушал иногда музыку одной определенной, понравившейся ему звезды, а иногда и всей вселенной. И тогда его радужные легкие крылышки начинали мерцать и переливаться, изучать в такт той музыки, что была сложна вокруг. Кроме этого, радужный слон очень любил любиваться и созерцать красоту во всех ее проявлениях, от маленькой капельки росы на траве или снежинки, упавшей на веточку рядом стоящего дерева, от необычного рассвета или заката. Потому что каждый рассвет или закат, по его мнению, всегда единственные в жизни, так же, как и миг. Именно поэтому следует его ценить и ему радоваться, и именно в этом заключено счастье. А еще радужный слон очень любил просто так всем вокруг дарить радость. При этом никто даже не догадывался, кто после дождя в небе зажигает радугу. А это был наш слон. И все улыбались. Считалось, что если посмотреть на радугу и загадать свое заветное желание, то оно непременно сбудется, если ты, конечно, веришь. И все были счастливы. Но однажды все изменилось, потому что на их планету прилетел ужасный дракон. Он стал сеять вокруг зло, хаос, разрушение, войны. В сердцах людей он снес зависть, алчность, лживость. Люди стали плахать, страдать, и ничего не могли сделать, что с ужасным драконом. А где же был наш радужный слон? Он просто как раз находился в соседней галактике и слушал музыку звезд. И тут до него дошла музыка страданий с его планеты. Нашему радужному слону стало плохо. Слезы хлынули из глаз. Сам он стал зеленым, а крылышки стали беспорядочно мерцать. На его душе стало почему-то очень тоскливо, и он ринулся как можно быстрее на свою планету. Надо было срочно ее спасать. Он полетел быстрее ветра, увидел на своей планете разрушение. Земля была вся в дырах, потому что люди воевали друг с другом, оставляя после себя следы бомбежек. А ужасный дракон сидел над всей планетой и радовался, жирел, подпитываясь людской кровью и энергией смерти. Радужный слон закричал, глядя на ужасного дракона. «Оставь в покое мою планету!» Но ужасный дракон как будто его не замечал. Тогда радужный слон подлетел к самому уху от дракона и туда закричал «Оставь в покое мою планету!» Тут ужасный дракон решил, что надо хитростью завладеть и самим радужным слоном, его светлой душой вселив в нее расток алчности, чтобы тем самым взять в себе рабы. Ужасный дракон стал льстиво говорить радужному слону «Милый мой друг, ты такой красивый, давай мы вместе с тобой править всем миром! Посмотри, сколько у меня есть планет! Ты ни в чем не будешь нуждаться, все будет у твоих ног!» Но радужный слон ответил «Нет, мне ничего не надо! Все у меня и так есть! Оставь в покое мою планету!» После долгих уговоров, лживых и льстивых слов, ужасный дракон понял, что бесполезно льстить, и тогда он стал дышать огнем, изверкая пламя из своей огромной зубастой пластина радужного слона. Да не тут-то было! У нашего замечательного слона вокруг образовался невидимый, но очень надежный щит, и тот огонь, что извергал дракон, возвращался ему стократно в умноженном размере, да так, что в итоге он уничтожил сам себя. Все люди стали благодарить радужного слона, в их сердцах снова наступил покой, радость, гармония, и все были счастливы. Радужный слон снова в небе зажег радугу, и все зло уничтожилось, потому что свет и добро всегда побеждает зло, а за ночью всегда наступает день. Конец. В следующей части я вам расскажу следующую свою сказку «Умный ежбых». А вообще вы можете заказать у меня мои сказки, по небольшой цене я вам продам свои сказки. Я также могу продать автореферат магистрской диссертации с набором сказок. И в ней это было управление формированием художественного образа в изобразительной деятельности средствами авторской сказки. Я защищала магистрскую диссертацию в 2016 году, в которой рассматривала именно непосредственно свои сказки как элементы художественного образа в изобразительной деятельности. Всем пока! Удачи!